ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ В СТРАНЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ Добрый день, Василий Андреевич Привет, Сонечка А почему так официально? Да и вид у нашей Сони какой-то озадаченный Понимаете, я совсем не знаю Кем мне быть, когда вырасту Вот, примиряюсь Тоже мне проблема Как была с собой, так и останешься Да нет, я имею в виду, кем буду работать А зачем? Не рано ли еще об этом думать? Ничего не рано, многие уже знают И взрослые тоже любят спрашивать А кем ты хочешь стать? А где ты будешь учиться? Прямо так и спрашивают Ну да, это их самый любимый вопрос Ну, после того, на кого же я больше похожа Да? И на кого? Василий Андреевич! И вы туда же? Я? Нет Хорошо, но кем же? Кем же мне быть? Да неужели, правда, уже пора выбирать? Конечно! Вот одна моя подруга решила быть дизайнером Теперь она в тетрадках рисует разные платья И кукол одевает во что-то странное Но она говорит, что это такая мода А другая будет врачом У нее мама врач Папа врач И бабушка И дедушка Да, пожалуй, у нее и выбора-то нет Чуть-чуть есть Она хочет быть ветеринаром Ну, как айболит, короче Хм А ты чего хочешь? Я? М-м-м Ай, я на самом деле пока не решила Ну, раз надо, придется что-то выбрать Эх, Сонечка, не спеши Успеешь еще найти свое призвание А пока тебе совершенно не обязательно становиться взрослой Вот именно Вообще-то мне и самой больше нравится быть ребенком Ну, вот только школа Есть один мальчик Который навсегда остался ребенком Не взрослеет и не растет И в школу не ходит Как так? Что за мальчик? Его зовут Питер Пэн Может, слышал о нем? Ага Вроде мультик был Но, если честно, я ничего не помню Да к тому же Ни один мультик-то не заменит книгу Книгу? О! О! Значит, сегодня мы читаем про Питера Пэна? Именно так Наш сегодняшний автор Английский писатель Джеймс Барри Ой, а почему вы достаете две книги? Ну, потому что Барри так полюбил своего маленького героя Что посвятил ему не одну, а две книги И еще пьесу Вернее, он начал с пьесы Питер Пэн и Венди Позднее написал по ней повесть А потом не смог остановиться и написал еще одну книгу Питер Пэн в Кенсингтонских садах С нее мы и начнем С незапамятных времен живет на свете Питер Пэн Но дня рождения у него не было ни разу Дело в том, что он покинул мир людей Когда ему стукнуло всего семь дней Он сбежал через окно третьего этажа И улетел обратно в Кенсингтонский сад Если ты считаешь Питера просто несносным ребенком Сбежавшим из дома ради шалости Значит, ты напрочь забыл дни своего младенчества Каждый ребенок может вспомнить что-нибудь подобное Стоит только покрепче сжать голову руками Ведь все младенцы без исключения знают Что они были птицами Прежде чем превратились в людей Не веришь? Приглядись к первому встречному грудничку Это же абсолютно дикое существо Неистово ревущее днем и ночью от зуда в плечах Там, где у него раньше были крылья Итак, Питер Пэн вылез через окно Он стоял на подоконнике И смотрел на деревья вдалеке И как только он сообразил, что видит кромку Кенсингтонского сада То сразу же забыл, во что он теперь превратился В какое беспомощное человеческое существо В ночной рубашонке Это просто вылетело у него из головы И он, беспечно оттолкнувшись от подоконника Полетел к Кенсингтонскому саду Огибая дома, кроны вязов и шпили Вот так? Взял и улетел? Ну да Хорошо, наверное, летать Прекрасно! А ты что же, не помнишь, как была птицей? Неа, да и не была Это же всего лишь сказка Соня! Ты говоришь, такие глупости Сказка не бывает всего лишь А если ты чего-то не помнишь Не значит, что этого не было Ну ладно, верю, верю Хотя вообще-то, ну нельзя же во все сказки верить Почему это? Я же не настолько маленькая, чтобы верить во всяких фе... Птиц! Тихо! Молчи! Почему? Вот необразованная Никогда нельзя говорить, что не веришь в фей Ну почему? Хм, спроси у Питера Василий Андреевич, где Питер говорит о феях? Давайте прочитаем А то Флинт мне не рассказывает Так, это уже в другой книге Ее называют по-разному Питер Пен и Венди Или просто Питер Пен А кто такая-то Венди? Девочка Питер прилетел к ней в дом Он часто так делал Но в доме, где жила Венди Он потерял свою тень Пришлось ему вернуться, чтобы найти ее Нашел? Да? А Венди пришила ему тень, чтобы больше не терялась Пришила? Правильно, так надежнее Тень, конечно, не пуговица, но без нее должно быть грустно А что потом было? И при чем тут феи? А вот об этом мы сейчас и почитаем Я Венди удрал из дому в тот самый день, как родился Питер понизил голос Я услыхал, как мама и папа говорили о том, кем я буду, когда вырасту и стану взрослым мужчиной А я вовсе не хочу становиться взрослым мужчиной Я хочу всегда быть маленьким и играть Поэтому я удрал и поселился среди фей в Кенсингтонском парке Венди поглядела на него с восторгом Питер отнес этот восторг насчет того, что он не побоялся удрать из дома Но на самом деле ее восхитило знакомство с феями Она стала сыпать вопросами, и это немного его удивило Для него в феях не было ничего необычного Они надоедали, ему попадались под ноги и так далее Но вообще-то он их любил Он рассказал Венди, как они впервые появились Понимаешь, когда родился первый ребенок на свете И он в первый раз засмеялся То его смех рассыпался на тысячу мелких кусочков И из каждого появилась по фее И так было задумано, чтобы у каждого ребенка была своя фея Так и получается? Нет, ребята уж очень умные стали Чуть подрастут и уже не верят, что на свете есть феи А стоит только кому-нибудь сказать глупости Нет никаких фей, как одна из них тут же падает замертво Ужас какой! А вдруг я тоже убила фею, когда сказала, что не верю? Нет, не переживай Я вовремя тебя остановил Но впредь будь осторожнее с тем, что говоришь Но ведь многие так говорят Неужели никак нельзя спасти феи? А то их скоро совсем не останется Ну, есть способ Но чтобы его узнать, надо отправиться в удивительное путешествие Ура! Куда путешествовать будем? На остров, который называется «Нет и не будет» «Нет и не будет» «Да что же это за остров такой»?» Удивительный и полный приключений Где же еще может жить Питер Пен и другие потерявшиеся мальчики? Венди и ее братья прилетели туда вслед за Питером Приключения! Это интересно! Да, но порой и опасно Ведь у Пена есть враг Коварный пират Капитан Крюк Он пробрался в жилище наших друзей И добавил яд в лекарство, которое Венди оставила для Питера Ой, и Питер выпил его? Сейчас узнаем, а заодно познакомимся с феей Динь-Динь Пока он вооружался, он подумал, что может сделать приятную для Венди вещь Принять лекарство Его рука потянулась к чашке Нет! Взвизгнула Динь-Динь, которая слышала, как Крюк бормотал, что он отравил лекарство Почему нет? Оно отравлено Отравлено? Кто бы это мог его отравить? Крюк! Не говори глупостей Как бы этот Крюк мог умудриться сюда попасть? Увы, Динь-Динь не могла этого объяснить, потому что она не знала мрачного секрета малышкиного дерева Однако слова Крюка не оставляли ни малейших сомнений В чашке был яд Кроме того, сказал Питер, уверенный в том, что говорит правду Я ни на минуту не смыкал глаз Он поднес чашку ко рту Времени для объяснений не было Надо было действовать Динь молнией метнулась между его губами и краями чашки И так же молниеносно осушила ее Динь, как ты смела выпить мою микстуру? Но она не ответила Она падала, переворачиваясь в воздухе Что с тобой, Динь? Испугался Питер Оно было отравлено, Питер, сказала она ему ласково И теперь я умру Динь, ты выпила яд, чтобы спасти меня? Да Но почему, Динь? Крылья почти уже не держали ее Но она собрала силы и тихонечко коснулась его подбородка Она прошептала ему на ухо Дурачок ты! Потом еле-еле добралась до своей комнатки И упала на свою кровать Огонек ее угасал Она что-то шептала Питер с трудом разобрал ее слова Она говорила, что ей, может быть, могло бы помочь Если бы много ребят сказали, что они верят в феи Питер широко раскинул руки Что делать? На острове нет ребят Но он обратился к тем, кто в этот момент видел Остров нет и не будет во сне И поэтому находился к нему гораздо ближе, чем вы думаете В этот момент сна Девочки и мальчики в ночных рубашечках, в своих кроватях И голенькие индейские ребятишки в своих корзинках Все оказались на деревьях острова «Вы верите, что феи существуют?» Крикнул им Питер Динь приподнялась на кроватке, ожидая приговора «Если верите, хлопайте в ладоши! Хлопайте! Не давайте Динь умереть!» Раздалось много хлопков Ну что, Динь-Динь спаслась? Ну, конечно А может, мы сейчас сможем спасти какую-нибудь фею Ребята, хлопайте те, кто верит в фей Ну вот Кажется, мы даже много фей нас спасали Мне понравилось Вот была бы такая работа сказки спасать Я бы не сомневалась, кем мне быть, когда вырасту Ну, для этого и расти не обязательно Главное, читать сказки и любить их Барри был отличным спасателем сказок Он же писатель был, разве нет? Вот именно Ну, кто же лучше сказочника сказки спасает? Действительно А Джеймс Барри другие сказки, кроме Питера Пэна, писал? Он много писал пьесы и повести Но для детей и о детях был только Питер Пэн Хотя... Что «хотя»? Однажды, гуляя по парку, писатель познакомился с пятью мальчиками-братьями Он подружился с ними и с их родителями Сильвией и Артуром Дэвис А мальчиков как звали? Старшим был Джордж, за ним Джек, потом Питер, Майкл и младший Николас Питер? Это не наш ли это Питер? Может быть Ну, надо же! Но почему вы сказали «хотя»? Барри много времени проводил с братьями Дэвис И даже стал их опекуном после смерти Артура и Сильвии Так вот, я думаю, что он им немало сказок рассказывал Может, так и появилась история о Питере Пэне А на самом деле Питер Пэн существует? Ну, конечно, он там же, где и феи, и все остальные На острове? Вот бы увидеть его Ну, это вполне возможно Как? Я же не Венди Кстати, а Венди? Она так и осталась там, на острове? Нет, она вернулась домой к родителям и выросла А что Питер? Ну, как-то раз он прилетел, когда Венди была уже совсем взрослой Он был таким же, как всегда И Венди сразу заметила, что все его молочные зубы целы по-прежнему Он был маленьким мальчиком, а она взрослой женщиной Но он ничего не заметил, потому что был занят собой Привет, Венди! Привет, Питер, ответила она, стараясь съежиться и выглядеть как можно меньше А где Джон? Спросил он, вдруг заметив, что одной кровати не достает Джона здесь нет А Майкл спит? Это не Майкл Питер взглянул на кровать Ого! Появился ребенок? Да Девочка или мальчик? Девочка Ну, уж теперь-то он наверняка поймет Но он не понял Питер, ты ждешь, чтобы я полетела с тобой? Конечно За этим я и прилетел Я не могу, сказала она извиняющимся тоном Я разучилась летать Чепуха! Я научу тебя снова! Тогда она поднялась и встала в полный рост Что это? Закричал он, отшатываясь Я зажгу свет И тогда все увидишь сам Насколько я знаю, это был первый и единственный раз в жизни Когда Питер испугался Не зажигай! Закричал он Я взрослая, Питер Я уже давным-давно выросла Но ты обещала не вырастать Я не смогла Я замужем, Питер Нет! Да! И этот ребенок Моя дочь Он сел на пол и заплакал И Венди не знала, как его утешить Хоть когда-то Ей это легко удавалось Она выбежала из комнаты Чтобы все обдумать и успокоиться А Питер все плакал и плакал И его рыдания разбудили Джейн Она села в кроватке И тут же почувствовала острый интерес к происходящему Мальчик, почему ты плачешь? Спросила она Питер встал и поклонился ей И она поклонилась ему, сидя в кроватке Привет, сказал он Привет, сказала Джейн Меня зовут Питер Пен Я знаю Я прилетел за твоей мамой Я знаю, сказала Джейн Я давно тебя жду Они продолжали беседовать друг с другом Когда Венди вернулась в комнату Ему нужна мама, сказала Джейн Я знаю, сказала Венди Никто не знает это лучше меня Ну, тогда До свидания, сказал Питер Венди Он поднялся в воздух И Джейн поднялась следом Передвигаться таким способом ей уже было легче всего Венди кинулась к окну Нет, нет, закричала она Я только помогу ему убраться в доме, сказала Джейн Ну, конечно, в конце концов Венди их отпустила Мы видим ее возле окна Она глядит им вслед Как они поднимаются в небо И делаются маленькими, как звезды Постепенно волосы у Венди посидели А Джейн выросла и тоже вышла замуж И у нее появилась дочка Маргарет И Питер Пен теперь прилетает за Маргарет И они вместе улетают на остров Нет и не будет И Маргарет там рассказывает ему сказки о нем самом И он их слушает с жадностью Когда Маргарет вырастет У нее родится дочь Которая тоже, в свою очередь, сделается мамой Питера И так это будет продолжаться до тех пор Пока дети не разучатся быть веселыми Непонимающими и бессердечными Значит, Питер всегда может прилететь? Ну да, пока ты не вырастешь Нет, не могу Это так трогательно Я должен успокоиться О, значит, я не буду спешить Очень хочется увидеть фей и волшебный остров Ну вот, пора на урок Я возьму обе книги, можно? Бери, бери Спасибо До свидания В стране литературных героев Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова